Продолжение следует... 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 в октябре, который самый большой индивидуальный период в 2022, то иначе, что-то очень сильно влияет на эти категории, которые мы сегодня говорим сегодня. Если мы говорим на период более длинного периода, как, например, в 2019-2023, то мы можем сказать, что индивидуальный претур в consum в этом периоде, в этом периоде, стиматоре, 166,93. Адико, претурилы у крескута 66,93%. В период август 2021, адико, когда мы говорим на ГУВЕРНАРИ ПАСУ, пына в децемврии 2023, этот индивидуальный претурил 148,75%. Адико, претурилы в consum у крескута 1,5%. И в детстве, пынтевые и дастином река, что пенсия минимальный пенсия, пенсия для обзора, пенсии на уровне полностью стажирования, дополнительная стажирование, динамико 620 леи, а пенсия для пенсии для пенси, отжименького с дезабилитата в медицин Cancer, который стоит 1310 леи. В процессе предупреждения, когда ГУВЕРНУ а планфикает в ПАСУ, а также, как в этом году, это были показы для вас, и это было бы поставить, что будет indexаться на реалу чуть-чуть больше 4%, и даже этот процент, который с конца в темноте, это замажет и успешно очень много пенсионарей, для них, фиакарь лео, фиакарь бену, это не зависит. Должение следует... ...supraindexării acordate de către guvern în acești ultimi 2 ani de guvernare, când au ajuns la limita sărăcii, în special aceste categorii de cetățenii a Republicii Moldova. Și aici vreau să amintesc guvernanților că, în lumina dezideratului constituțional statat în articolul 47 al Constituției Republicii Moldova, statul este obligat să ia măsuri pentru că orice om să aibă un nivel de trai decent, care să-i asigure sănătatea și bunăstarea lui și familiei. Deci, reiterez, propunem prin acest proiect de lege ca indicatorul de indexare a pensiei să fie calculat în baza ratei medie anuale a inflației pentru ultimii 3 ani de zile și calculat în această indicațării vedem că el se stuia zile 24 ani de zile 16 ani de zile. În toate acestea friendului să fie rezolv. Să i am acestităm săhile ca rezolv. Să iucrând săi obcev că impunis. Să iucrândtă-a înidă de zile. Să iucrând totul 100% de zile. Să iucrândului a făcutului unului acestuăți. Să iucrându și iucrându să-i aucarța din acestatea acestea. Să iucrând cu partea de la hereü Ciao iucrândului acestatulă care bloca de cunul important. которые требуют времени. Проект закона, который будет выгоден пенсионерам, а не правительству. Проект закона, который более справедлив и который приблизит реализацию тех потребностей, которые необходимы для пенсионеров сегодня. Я со своей стороны хочу раскрыть ту ложь, которую несет, извините за мавитон, наше правительство сегодня. Итак, нам нужно ответить на несколько вопросов. Первый, сколько у нас всего пенсионеров на 1 февраля, возьмем более свежее число, какая средняя пенсия до индексации, какую индексацию они предлагают и почему они ее предлагают, сколько это будет в процентах и сколько это будет в реальных леях. И самый главный вопрос, сколько люди должны получить, если мы будем говорить о реальной индексации, а не той, которая была написана в законе. И так по порядку. Та индексация, которая сегодня есть, тот механизм индексации, который сегодня есть, он был изменен в 2021 году в декабре месяце тогдашними депутатами, которые сегодня уже министры. Почему? Потому что так было выгодно правительству. Я напомню, до этого действовала двойная индексация. То есть, как подходили мы? Мы подходили к вопросу из того, что люди, которые отработали десятки лет, 40-50 лет на нашу страну, должны получать компенсацию в росте цен как можно быстрее. Поэтому и ввелась двойная индексация в течение года. Весной 1 апреля и в октябре месяце. Это более справедливый механизм, который позволяет получать компенсацию роста цен пенсионерам быстрее. А что такое инфляция? Это те деньги, это те ошибки, за которые платит, ошибки правительства, за которые платит наш народ, а в частности пенсионер. И вот тогда было выгодно правительству ПАС изменить этот закон. В результате мы имели в прошлом году индексацию пенсионера только 14%. Почему? А в реальности инфляция была 34%. Потому что индексация действовала только на декабрь месяц, к декабрю предыдущего года. То есть она не исчислялась за год, насколько выросли цены. Она исчислялась только по одному месяцу. Почему это? Потому что если за год, то ПАСу нужно было бы найти деньги правительству на 34% индексации. А если только за месяц, то только на 14%. Принимая закон, так как им выгодно, для того, чтобы только украсть, для того, чтобы только недоплатить. В результате этого в 2023 году, я напомню, каждый пенсионер в среднем, исходя из средней пенсии, недополучил 6000 леи в течение года. Их украли. Что происходит в 2024 году? Реальная инфляция, согласно Бюро статистики, 13,2% по году. Но так как у нас формула пенсии и индексации в нынешнем варианте, она выгодна только правительству, но не пенсионерам, они пишут в законе 6%. Мы помним, мы принимали бюджет социального страхования в декабре месяце, правительство ПАС проголосовало за 6%. Это можно посмотреть в информационной ноте. Тогда, когда подошли к решению правительства, которое регулирует, определяет, какой же все-таки процент будет индексирован, дошли до 4,2. То есть, вы видите, 13,2, 6, 4,2. Корректируют, как хотят. С каждым месяцем все больше и больше грабят людей. Сколько будет в 1 апреля, тогда, когда будет индексация, это сложно сказать. А теперь о цифрах. Средняя пенсия, значит, общее количество пенсионеров на первые получатели пенсии на 1 февраля этого года. 674 180 пенсионеров. Обращу внимание, в прошлом году было куда больше. А все мы помним почему, потому что пенсионный возраст увеличили. Гражданин Молдовы должен умереть на работе, а не на пенсии. Вот это вот логика нынешней власти, и это очень важно. Итого, средняя пенсия до индексации 3678 леев. Это средняя пенсия. Здесь пугаться не надо, потому что у кого-то большие пенсии, у кого-то поменьше. Если правительство индексирует на 4%, как обещал министр Бузу, то это 147 леев в плюс. Если правительство, а как правительство должно индексировать, на 13,2, то это 485 леев в плюс ежемесячно должен получить каждый пенсионер. Но он не получит, потому что вот это вот шарлатанство в руках правительства. Итого, итого. 338 леев в среднем воруются в месяц от каждого пенсионера. Он их не получит, потому что это невыгодно правительству. В год это, в год это, 4 тысячи, в год это, за год, за год, я повторюсь. Теперь, за год. Цифры за год, сколько всего правительство украдет у пенсионеров за 2024 год. И два месяца 2025 года до следующей индексации у 674 180 пенсионеров умножить на 338 леев разницы между реальной индексацией и тем, что они дадут. Получается 2 миллиарда 734 миллиона 474 тысячи 80 леев сворует правительство за 2024 год от всех пенсионеров Республики Молдова. 2 миллиарда 735 миллионов леев. У каждого пенсионера будет украдено 4056 леев в среднем. Это то, что недополучит пенсионер. Итого, за 2 года введение вот этой вот формулы, которая называется «Как выгодно правительству пасы Майсанду, но не выгодно народу». У нас реальная инфляция, а мы понимаем, что она средняя, тогда, когда учитывается в ней и цены на металл, и цены на мебель, и цены на землю, и цены на авиабилеты. Этим пенсионеры не пользуются. Большая часть этим не пользуются. Они пользуются тремя вещами. Коммунальные услуги, медикаменты, точнее коммунальные услуги, продукты питания, и на медикаменты, если останется денег под это все. Итого, за 2 года у нас реинфляция 47%. За 2 года в реально... А теперь сколько в деньгах они украли за 2 года? 6 тысяч в предыдущем году, в 2023, и 4056 леев в этом году будет украдено. Итого, за 2 года 10 тысяч леев это правительство украло у пенсионеров. Может быть, это немножко много цифр я сейчас дал, но это цифры, это математика, которая есть на сегодняшний день. Поэтому тогда, когда некоторые председатели комиссии по экономике, ставшие совершенно случайно в эту должность, говорят о том, что мы повысили минимальную пенсию в 2 раза, что у нас там рост на 3 раза. Говорить можно все, что угодно. Их сытые, довольные лица в телевизоре не отражают реальность. Они живут в космосе, они живут в социальных сетях. А вот это вот, то, что я сейчас прочитал, это и есть реальная ситуация. Когда люди живут у нас в квартирах, в домах, когда люди нуждаются в помощи, когда их обворовывает государство через принятие закона выгодного только правительству. Напомню, для правительства есть деньги увеличивать центральный аппарат правительства в чиновниках. На 100 миллионов лет дали больше финансирования. Потому что люди же работают. Да, там есть многие люди, кто работает. Но большинство тех, кого привели ПАС, это просто нахлебники. Себе зарплаты они увеличивают в 2-3 раза. Министр получает 50 тысяч лев. Многие руководители предприятий ПАСовцы получают 70-80 и более тысяч лев. А тысячи лев для пенсионеров нет. На радары десятки миллионов евро есть. Премьер говорит о том, что нужно тратить чуть ли не миллиард евро. Есть на оружие. А для пенсионеров нет. Почему приоритет оружие, а пенсионеров списывают? Потому что через оружие они будут защищаться от этих голодных сотен тысяч пенсионеров. Вот что будет на сегодняшний день. И это факт. Вот это истинное отношение правительства ПАС и госпожи Санту к тем, кто отдал голос за них в 2021 году. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.